добрый день с вами николай и мы играем в кибер пункт до кибер пункт 277 2077 короче неважно давайте начнем новую игру я играю я не буду нам рассказывать о кибер котлеты я нормальный обычный самый обычный игрок из самых обычных начнем с кочевника да дело мужское понятное дело я буду отыгрывать себя морда лица морду морду лицо голос да так уж нет слишком светлым и такой тип кожи это чё а это какие-то приколы прическа но даже не знаю как покрутить нельзя повернуть к юге а понял нет не хочу стандартно интересно даже давай цвет волос выберем а палитра есть палитра есть пойдет открыть так а теперь прическу нахрен нахрен елочки вот этическая сила и я где высина он стоп назад блин долго будем выбирать но это более менее нормально так цвет волос понятно глаза а цвет глаз такие брови пойдут цвет бровей пойдет цвет ресниц нос пойдет 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 челюсть подожди борода пойдет челюсть подожди пусы годы гу по картину вот нюх с смысле вот эти все штуки непонятные. О, подожди, стой, 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 я же выбрал рыжий. Рыжую бороду. Нет, слишком светло. Это светлым не интересно, это тоже не интересно. Да, боже, ну дайте обычную палитру, нахрен вы вот эти с оттенками сконченными. Розовую, блять, розовую, мудилы, блин, пойдет, все нормально, не бритость. Киберпланты, киберпланты, что такое киберпланты? А, я понял, по отображению киберплантов. Вот эти шрамы, это типа шрам. На мозгу, да, точно. А, вот и шрам есть. Ёлки-палки. Это синяк был. Можно без шрамы, да? Все, замечательно. Татуировка на лице нет, пирсинг. Подожди, пирсинг, по-моему, ноль. Это нет, да? Зубы, зубы нормально, макияж голод. Чё? О, идеально. Чё? Да все, пойдет. Пора выставить, повернуть. Все, я согласен. Дальше как повернуть? А как подтвердить? Ну, я все, согласен. Больше не надо. Я как-то одолел. Хе-хе-хе. Так, смотрите, тут, короче, какая херня. Я не помню, как это все делается, но надо. Все поднимаем на четверочки. Это мой стандартный, во всех РПГ. И все. Технику добавлю. И хладнокровие. М-да. Ну, реакции можно уменьшить на один. Силу, силу, силу. Пускай остается технику или хладнокровие, а техника... Да, насрать, я не умею. Неправильно так неправильно бывает в жизни огорчение. Так, кочевник, сила, реакция, пойдет. Предыстория, бла-бла-бла, я ничего не помню, ничего не знаю, никто ее. Давайте попробуем. Я начинал, бегал чуть-чуть, буквально, там, привез, короче, ящерицу. Вот. Я не знаю, как оно пойдет. Ну, посмотрим. Игруха шикарная. То есть, начало мне понравилось. Да, немножко с управлением туговато. Но, понимаете, ведьмак со стрельбой не очень дружил, а ее делали на ведьмаке. То есть, ну, видно, что люди делали, которые делали... Которые делали... Блин, мне же нажал продолжить, какого хрена, ладно. Люди, которые делали ведьмаке, делали этот гиберпанк. Ну, сразу видно, потому что немножко направление странное. Короче, сейчас начинаем, посмотрим. Мы приехали. Пойдет. Пользуйтесь. Неизвестно. Что за ошибка? Причем, что за ошибка? Что такое, байкеры? А. Да, нахрен. Ну, значит, ошибся. Поищи другую мастерскую, где не спросят, зачем одинокий хачевник крутится у границы. Не знаю, зачем нам это не надо. Сейчас собираем все, что нам необходимо. Да. Жду. Причитались вообще. Давай, З. Един вольна, бла-бла-бла. Неинтересно. Хотя. Ага, кто-то бегут уже. Вот так. Пайл сеть, сообщение, сеть, узнает, сын, рай. Концерт. Тю-дю-дю-дю. Так. Лучшая группа сегодня. Мы в основном начале 21 века. Выкирце. А, так, смотрите, в чем прикол. Вот, смотрите, я выйду. А теперь вот у меня есть, короче, ну, типа, курсоров. Я могу уплачить. Даже не заходя. Прикольно. Прикольно. Не, это прикольно. Это действительно прикольненько. Так, выйти мы отсюда не можем, пока мы здесь не поговорим с этим точком. Окей, отойди. Ой, надо было с ним, блин, ладно. Ты хоть знаешь, что делать? Хочу обойти модули, замкнуть провода. Компрессор будет молотить. Заглохнет еще. Ладно, проверим, что получилось. Ну, а я что тебе говорил? Нет, нет. Да, да. Неплохо. Вопрос только, сколько выдержит? Нормально. Сейчас посмотрим, так. Я ищу человека по имени Джеки Уэллс. Может, вы его... Ну, вот. Как два пальца. Такой диалог. Это не ремонт, а халтура какая-то. Ты бы еще на жвачку все прилепил. Мне главное, чтобы работало. Антенна на этой херне не слишком мощная. Особо много не услышишь. О, полицай уже ходит. Да что ты говоришь? Бакут. Здорово, Майк. Не знал, что у тебя клиенты. Он тут пару часов как. Я думал... Думал, он к тебе заезжал? Не принимай близко к сердцу. Сейчас решим вопрос. Ну, здрасте. Тебе не говорили, что в городе первым делом надо показаться шерифу? Рассказать, зачем приехал? Выпить с ним чашечку кофе? Не волнуйтесь, я надолго не задержусь. А я тебя разве об этом спрашивал? Меня зовут Эндрю Джонс. Слышал, наверное? Последнюю войну я служил в спецназе. Знаешь серебряных сюгунов? Нет. Нет, первый раз слышу. Кажется, мы не поладим, да? Надо было прочитать заметку про войну. Что из кочевников? Я мог бы догадаться. Починю машину и исчезну. Мне тут ловить нечего. Твоя правда. Нечего. Меня воротит от таких бродяг, как ты. Где лагерь твоего клана? У меня нет ни клана, ни лагеря. Я здесь один. Ну да, конечно. Кочевники всегда держатся вместе. Моя семья распалась. Поэтому я и еду в Найт-Сити. Значит, ты изгой даже среди изгоев. Надеюсь, ты не собирался тут поселиться навсегда. Я слышал, это место славится гостеприимством. Приятно было в этом убедиться. Мы очень гостеприимны. При условии, что гость умеет себя вести. Я по дороге видел передатчик и вышку. У меня сломалась антенна, а мне надо кое с кем связаться. Никто тебе экскурсии устраивать не будет. Вали, пока я добрый. Ты и так уже тут слишком долго торчишь, как по мне. Ну, короче, нам надо ехать. Я же сказал, мне проблемы не нужны. Ну так и иезжай отсюда, если не хочешь их найти. Так. У нас есть вышка. Но! Кроме вышки у нас есть... Знаете, что я хотел подумать? Я здесь же не шарился. Нива не шарился. Надо глупо поговорить. Так, сохранимся на всякий случай. Сохранение... Короче, здесь можно, наверное, надеюсь, что-то найти. Что-то интересное. Что-то вкусное. А может и ничего нельзя. Крикция оперта. Сейчас посмотрим, есть ли смысл было здесь шариться. Слышу тебя. Нет. Двигайся чуть легче. Вперед и назад. В боксе все зависит от твоих ног. Шаг вперед, шаг назад. Прыжок, бац, 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 и закрылся. Ложный выпад, уклонение. Следи за балансом. Поговорить нельзя? Не, ну и прикольно. Даже такое проработали немножко. Мне еще жалко, что нельзя про... Поговорить. Может быть, навык, как это было выучить. Было бы прикольно. Заперта, заперта. О, девочка в шортиках. Плоская девочка в шортиках. Оля! Оля, Оля. Но вакансии. Давненько уже дождя не было. Ну, В620. Вкусненько машинка, вкусненько. А я думал, скажет, семки есть? Я тебя не знаю. Отвяжись. Так, взлом не работает. Хреново. По мусоркам повозить тоже нет смысла. Короче, я понял. Я без толку сюда вышел. Да я надеялся, что если заново начну поищу что-нибудь, может быть, что-то здесь с самого начала запрятали. А под конец падучая. А известно, откуда это все? Я слышала о дуре. В новостях сказали. Это где-то в пассиве, чем у него. Карта. Ну, городок небольшой. Там есть отдельная какая-то хатка. Давай тогда съездим, посмотрим. Неудобно немножко через F. А тут что? Что-то непонятное. О, тут дядя какой-то. Можно с ним поговорить. Пепельница. Не знаю зачем. Я толком не шарился, не смотрел, не рассматривал полностью все. То есть я чисто чуть-чуть по сюжету прошел и все. Дрести. Нет времени. Не применю. Не применю. Че ты красненькая башка на голову? Ой, ну, черепочек. Короче, смертельная для меня. Сейчас поедем туда. Я уже вижу, что смысла-то большого и не было. По сути сюда... А, компейнер к стути. Ну, ничего сверхъестественного здесь не запрятали. Зря. Зря. А я бы лучше запрятал бы что-нибудь интересное. Ну, почему бы нет? Почему нельзя? Типа, намек такой поставили. Где-то непонятную, короче, точку, в которую ты приходишь. Если додумаешься, что в эту точку можно прийти. Тебе дадут какую-нибудь фишку. Ну, это же прикольно. Вот, например, вот видите две вот этих точки. Вот че не сделать, чтобы... Вот я щас сюда найду. Точки здесь были. Это камни, не камни. И вот точка тут где-то была. Да. Точечка здесь. Но я ничего не вижу. Но на карте есть точка. То есть две точечки непонятные. Два квадратика. Вот, смотрите, я ее прошелся. Может, здесь какая-то фишка, блин, должна была быть. Я знаю, что я на херню трачу время. Ну, интересно же ж. Ну, я, если бы делал игрушку, я бы по меру прятал всякие... Да, дешевые всякие фишки интересные. Ну, было бы классно. То есть, ну, мое мнение. То есть, для того, чтобы исследовать... Понимаете, вся проблема этой игры изначально. То есть, я смотрел, ты проходишь от точки до точки. То есть, тебе показали, все. Ты бежишь, и только в этих точках тебя какие-то, короче, приколы делают. Действия. Ну, вот смотрите, у нас вот такая вот... Такой городок, да? То есть, почему не взять, чтобы здесь его можно исследовать, например. То есть, ты приехал, какие-то фишки понаходил интересные. То есть, я же говорю, не важно. То есть, не надо что-то очень сверхдорогое. То есть, ну, буквально, чтобы какой-то прикольчик был интересный. То есть, чтобы человеку было интересно шариться. Шариться, смотреть, разыскивать эти все приколы. Стратить на это время. А так, ты пришел вот сюда. Вот я приехал, да? Ладно, да, мне показали точку. Все. И ты уже у этой точки, вот ты вот буквально пришел к этой точке, да? Все. Там только какие-то есть материалы. Почему здесь не запрятать что-нибудь интересное? Смотрите, да, гряда какая-то каменная. Запрячьте здесь наверху на камне какую-то вкусняшку. Ну, ладно, это я так, честно, нудилово включил, да? Да, там на вышке они не запрятали. Я уже находил прикол. Ну, там, ну, то же самое, недорогое. То есть, какой-то прикольчик недорогой. То есть, да, не запрятали. Не спорю. Была такая фишка. Но вы возьмите в городе запрячьте, чтобы человек облазил в город, посмотрел. Какой-то навык дали. То есть, общение там с вот этими жителями. То есть, ну, прикольно, чтобы мы не просто пришли. Помиссии. А взяли-пошарились бы здесь. То есть, это было бы прикольно. Но, опять же, что-то мое мнение. Ладно. Здесь хрена не ма. Опять же, ничего не запрятали. Давай, ломай. Так, да, тут есть какая-то штука, которую можно найти. Что там, что там мы нашли? Там тоже никто. Какое-то такое фигня нет. Только наверху. То есть, я же говорю, что... Чисто-чисто по вот этому... По месту, короче, от этого назначения у нас есть какие-то фишки разбросаны. Но не более. То есть, не проработали этот момент, чтобы исследовать мир, типа, найти какую-то вкусняху. То есть, ну вот... Да, я здесь мы все равно проходил. То есть, вместо того, чтобы... Короче, ладно, неважно. Будем проходить. Будем проходить. Так, ну что, подключимся. Сейчас на джидай посмотрю здесь. У нас, по-моему, что-то было. Или не было? Или не было. Ну и ладно. Не слишком-то и хотелось. Привет. Прием. Прием. А, вот. Наконец-то. Вилли Маккой. Рад тебя слышать. А, не могу разделить твои радости. Мне нужна твоя помощь. Ну, в прошлый раз тоже разговаривали, ехала машина вот эта. Опять последний раз. Мне надо понять, куда клиент уехал с моим товаром. А тут никакой связи. Хм, окей. Скажи мне, ты вовремя приехал на место встречи? У меня сцепление накрылось. Я и до сюда-то чудом доехал. Может, клиент оставил сообщение? Проверь, пожалуйста. Такс. Ладно. Только это в последний раз. Как его звали? Джеки Уэллс. Да. Есть сообщение? Он ждет тебя на ферме. Отправляю его координаты. Спасибо, Вилли. Я у тебя... Это точно. Так. Сохраняемся. 12, 16, 19, 20, 20, 20, 20, 20. Поехали. Ух ты. Хе-хе-хе. Шип. Шип ускорится. Ну, смотри, ускорится. Нет, ничего, прикольненько. Охренеть. Прикольно. Такс. Знаете что? У нас есть... Я бы, конечно, вот сюда бы съездил, посмотрел, что там. Может быть, там какую-то фишку можно найти? Может и нет. Мы сохранились, сохранились. Давайте съездим, посмотрим. Да, я точку только поставлю. Можно здесь ставить точки? Приместить, отобразить, ориентир. Хреново здесь ориентировать. Вот они у меня просто убило, что... А, ну, даже проверю. Вообще, вот эти они... Я разбьюсь, наверное, у меня даже. Колючие вот эти херни. Кактусы. Они, получается... Больше ничего нет, по крайней мере, пока. Не понял. Че? Это че было? Короче, меня туда не пустили. Но почему? Даже бред. Бедная машина. Хе-хе-хе. Так. Теперь. Шаримся здесь в округе. Смотрим, может, что-то найдем вкусненькое. И идем. Вода. И я, конечно, до сих пор не понял, зачем нам вода, если у меня нет уровня жажды. Ну, это так. Чистое рассуждение. Плачьем. Вот там была какая-то... Ага. Виниловая пластинка. Машина. Которую мы, наверное, не сможем взять, да? Шесть-честь. Я пока не буду ломать. Ни-и-и-и-и-и-а. Ну и ладно. Ну, по сути, все. Ну и смысл. Видите, да, вокруг прошли, и все, и больше ничего интересного. Ну и ладно. наконец-то я уж думал фермером заделаться надеюсь ты меня ищешь но видимо да а ты я-то жеки уэлс и тебе кажется надо перевести какой-то груз там откуда я рода сначала рассказывают о себе а потом говорят о деле традиция или так начнем с тебя я родился в найт сети за хэйвуд всех порву мне это ни о чем не говорит я не был в найт сети представь себе место где каждый твой брат сестра или хотя бы двоюродный племянник да понимаю вы можете друг другу не нравиться но вы семья вот это хэйвуд только у каждого при себе ствол теперь ты тогда можно сказать я тоже вроде как из хэйвуда на что тогда мы с тобой поладим наш товар ну давай загружать а у его так ничего да меня задержали а потом пришлось еще тебе искать я решил не торчать на виду местный шериф похоже редкостный мудила да это правда тяжелый сок а вот чем не нравится поляки у них нет тут этого короче ну то есть не запрещены маты короче выиграть то есть вот как в этой игрушке как ведьмаке там маты были а документы на этот ящик есть конечно есть иксер тебе ничего не сказал сказал просто решил уточнить посвятую мы оба профессионал скажи ка ты же это раньше перевозил контрабанду а ты что нервничаешь не а ха 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 порфавор ну может немного тут есть что-то пошарится она сейчас посмотрим либо это просто декорация либо просто декорация да ну по идее они есть смотрите сейчас две секунды а вода не ну ладно добавили заперта там ничего не ну это уже хорошо что они добавили все ну то есть что возможность здесь пошарится ну блин ну опять же ж наполнение нету никакого то есть не ресурсов никакой фишки тысячу собрать почему мы почти у заставы что делаем ничего нас просканируют и проверят бумаги говорить буду я так сейчас сохраняемся я хочу проверить одну штуку прошлый раз я дал денег на лапу я теперь хочу попробовать не давать деньги посмотрим что будет направьте машину на контрольную полосу ну сохранка есть точно оставайтесь в машине сейчас начнется проверка безопасности зараза чувствую какую-то подставу дай мне документы они точно их попросят дешевле посмотрим тут отметка упп отлично а что это значит утеряно по прибытии такие метки ставят если груз должен потеряться после пересечения границы так они знают про контрабанду нет но сейчас узнают владелец машины на контрольной полосе вызывается для беседы деньги давай гада мадры что теперь если мы хотим чтобы офицер закрыл глаза на поддельные документы нужно его подмазать где у тебя чип с нашей взяткой да из головы вылетела ага вылетела конечно так сейчас сохранимся двигатель глушить не буду на всякий случай окей не знаю если есть оружие положите его сюда сейчас смотрите в чем прикол я даю револьвер видите да а когда буду короче отстреливаться там дальше то у меня будет другая пушка почему сойдите в комнату номер два двести садитесь бумаги все в порядке может быть посмотрим что перевозите там все есть прямо прямо все ну если что то не так вы скажите мы наверняка сможем договориться я еще ничего не сказал вопрос в том должен ли я решить что что то не так все таки придется дать дозетку еще небольшое приложение к документам жалко я думал сэкономить вот как напомните на какой кочевой клан вы работаете у меня нет клана я работаю на себя блин вот здесь вот ошибка честное слово смотрю на таких как вы и радуюсь что не сижу с той стороны стола а ну подождите давайте попробуем чуть-чуть по-другому сейчас две секунды все загрузим я хочу попробовать мне такой тепленький 67 67 это не много но все мне не нравится что то греешься 65 попроцик что то так до семидесяти поднимаются странно странно давай двигатель глушить не буду на всякий случай окей если есть оружие положите его сюда сойдите в комнату номер два садитесь про свой клан надо было сказать что это не его дело все в порядке может быть посмотрим . 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 а прямо все вот взятку то еще небольшое приложение к документам теперь прокладка вот как напомните на какой кочевой клан вы работаете по-моему вас это не касается вам серьезно честное слово идите ваш напарник ждет все нормально забрать свои личные вещи и добро пожаловать этим мелким говнюкам кажется что night city это рай какой-то ну как все прошло сейчас расскажу отъедем подальше так сразу говорю стрелять я не умею а он он видит на точно так что если я буду плохо стрелять вы уж не очень сильно говори уже чего там у вас было меня вот этот до таможенник козел прицепился а не должен был не до такой степени думаешь будут неприятности буду рули джеки просто рули но походу здесь и как бы я не ответил и как бы я что я не сделал все равно бы пришлось бы деньги отдать и то же самое часа стрелять так альп нажать дважды убрать оружие сесть выстрелить понятно альп а тут без разницы тоже убил я всех не убил я всех всех давай вперед Вот пиндехас уперты! Да ебер, ну вот это... Ну, все нормально. Не рискнуй! Мерда! Пронесла! Все круто! Круто! Походу, да. Нет, это нервник, черт! Жми дальше, рано выдыхать! Тут вроде все заброшено. Остановимся, разберемся кое с чем. Потом поедем дальше. Вот почему здесь пошариться, не забудь. Или можно... Эф, уйти. Остановите... Чуть за жопу не взяли! Перевезли груз, называется! Чингадо! Все должно было пройти гладко! Без проблем... Да что ты завелся? То есть у тебя такое не в первый раз... Он рискнул. Предположил, что нас не поддерживает клан. И он был прав. Эх... Дети терпеливо тебя ждать. Вообще-то я не собирался тебе платить. Я хотел смыться, как только мы перейдем границу. Прикольно, да? Ну, передумал. Спасибо за честность. Да, пожалуйста. Что теперь? И что теперь? Теперь посмотрим, что в ящике. Да... Открывай! Твою мать! Тут написано Аросак. Мы обворовали очень крутую корпу. Значит, заработаем крутые деньги. Вон она. Ешь перец. Вот до этого момента я в прошлый раз поигрывал и все. С малых антильских, наверное. Думаешь, на ней можно заработать? Конечно. Нам обоим хватит надолго. Нам? Да, напарник. Бабло пополам. Ну, хороший фиксер быстро сбагрит это чудо богатому еблану. Жалко будет ее отдавать. Всегда хотел зверушку. Я уже и имя придумал. Мэнни. Да, кстати. Уже есть идея, чем собираешься заняться в Найт Сити? Да если б я знал. Последние годы я провел в разъездах между штатами со своим кочевым кланом. Так, наверное, они будут тебя ждать. Не будут. Должно быть тяжко, когда не к кому вернусь. Да ладно, не ссы. Я найду для тебя угол. Надо же тебе где-то жить. Точно. Всегда хорошо, когда есть те, кто поддержат. Семья там, например. Может и ты свою найдешь в Найт Сити. Спасибо, будет круто. Да ладно, ерунда. Мы же одного поля ягода. Я бы поработал с тобой еще напарник. Эй! Ооо, какая она ласковая. Ладно, напарник. Берем ящерку и валим отсюда побыстрее. Ну, нахерня такая. Игуана. Игуанодоны. Не, а чё, круто. Прикольно, классно, интересно. Да, немножко управление. Ну и может у меня просто пальцы кривые. Немножко непривычно. В контре как-то поинтереснее. Да и в порт, знаете, полегче. Здесь видно, ну, немножко такая тягучесть. То есть непонятное такое, знаете, тормозило. Но мне нравится. Мне понравилось. Киберпункт. Да. Киберпункт. Привет! Привет! Найт-сити! Привет! У микрофона Стэнли мы с вами встречаем очередное незабываемое утро. А, сейчас перемотка. Типа... Честно, я люблю Найт-сити как раз. Бля, пропустил. Блин, да ну нафиг. Зачем вы на эскейп поставили пропустить? Я ж хотел просто... Ай, простите меня, пожалуйста. Это самое интересное было. Короче, когда вы будете играть, если будете играть в неё, вот это начало, вот этот кусок, который нам показывают вот эти обрезки там, типа мы там зажигаем, всякие вот эти приколы, говорят, что это фишка вырезанный контент. То есть, по сути, это должны были быть миссии типа обучаловки, короче. Вот. И мы должны были его проходить. Но из-за того, что сроки там сократились до выпуска игры, вот этот участок его просто вырезали. И нам нарезку показали. Всё. Наша пропавшая Чика где-то в этом здании. Чика-чика. И те, кто её похитил, тоже скорее всего. Джобтаун. Он полгода, полгода жизни одним эскейпинг пропустил. У меня есть подарочек. Мелитеховский обучающий Чик. На случай, если захочешь... Вот это типа, короче, добавили типа для того, чтобы... Так насчёт небольшой виртуальной разминки? Да. Хуже не будет. Обьян. Ну типа это ускоренный курс. А там должны были через миссии быть. Поняли? Вот. Ну. Начнём с курса базовой боевой подготовки. Этот сеанс будет записан и подвергнут оценке. Этот курс разработан для оттачивания основных боевых навыков. Да. Сохраняйтесь почаще. И тренировки рефлексов. То, чему вы здесь научитесь, поможет вам выживать и даже побеждать на поле боя. Я расскажу вам, как эффективно стрелять, скрытно передвигаться. Мы в Мелитехе. Мелитех шифрует всё через жопу. Угу. Зато муштровать их там начинают, видимо, с детства. Да. Так. А теперь на позицию, бля. Пошёл, пошёл, пошёл. Сейчас ты выложишься на этом. Я бы выложил сюда. Хей. Вечно ты лысая. Сейчас будем проходить курс учебной стрельбы. Ничего сложного, обещаю. Так, ушко. Я знала, что у тебя проблем не будет. Может, тогда немного поднимем планку? Что ж, неплохо. Но учти, в реальном мире уме- Что ты стоишь? Беги в укрытие. Ах! Барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам-барам. Тебя подбили. Если хочешь выжить, доставай рей-аниматор. Как его достать? Ф. Моп ps. восстановление здоровья через икс опачки если готов иди в тренировочную зону так у меня 10 что-то хорошо смотри он решил захватить с собой друзей у меня зима Очень хорошо, Ви. Встань на платформу и пойдем дальше. Так, ну более-менее. Я хочу, знаете что? Я хочу встретить Цири здесь. Вот хочу первым, кто найдет Цири в этой игре. Надо будет пошариться, посмотреть. Дальше у нас по списку взлом. Вот ее, конечно, вырезали. Сразу скажу, я кое-что поменяла в учебном материале. Не, ну так. Прикольно ее сделали, да? Даша стрёмненькая, ну ладно. Так, слабо. Снова боя. А, так подожди, так... А, мне надо было... Я знала, что у тебя проблем не будет. Может, тогда немного поднимем планку? Я немножко повтыкал. Ладно. Что ж, неплохо. Но учти, в реальном мире у мишени будут пушки. Что ты стоишь? Беги в укрытие. Так, присесть в Цири, хорошо. Ну, это я лоханулся. Ну, что бывает. Мать жизни горчали. Если готов, иди в тренировочную зону. О, смотри. Он решил захватить с собой друзей. Да. Ты знаешь, что делать. О, смотри. короче мне с ней поговорить надо мне больше брать эту фигню не надо ну лошара я немножко давай но все равно она полезна контроль что-то под этих подошел как на включить сканер табуляция в расценировать два объекта посвящено золотым что еще не но это хорошо и теперь буду знать что через табуляцию можно было сделать что в этом модуле объясняется как применять технические средства попробую аккуратно хакнуть экран чтобы отвлечь охранника подожди попробуйте так хакнуть мне цель отменить справка я вот это не понял что что за а запустите все я понял где-то правка скрипта оде таймер хорошо теперь устрани его по-тихому но все он твой устраняй его и кубить р в нашем деле главное не оставлять никаких улик особенно человеческих подними этого чувака и спрячь куда-нибудь р так спрятать оулин хитмом так теперь попробую устранить его за одно движение прикольно ну что попробуешь взломать кого-нибудь в реальном времени удачи так сложные скрипты позволяют использовать своих интересных элементов окружения и даже врагов и внизу протокол на одного из охранников нажмем так на одного из охранников протокол взрос так хорошо запустить для отправки демона ледокол можно воспроизвести последовательность его элементов выбрать их в матрице выбранный элемент боятся так последовательность для отправки демона 55-55 так 55-55 бд 55-55 бд 55 ну давай матрица мластер куб бородавая начинается с первой строки 55 понятно после выбора элемента станет доступна с которым он принадлежит. Выберите 55 из матрицы. 55. Строка строгой был заступен по переменам БД. Погнали. Взрывай гранату. Так, нажми где-то по-моему. Взрыв гранаты. Прикольно. Надо было просто отключить мозг и выполнить приказ. Прямо как в Милитехе. Ну что ж, мудрый командир привел тебя прямо к победе. Дал тебе высокие баллы. Так, это мы прошли. Проки все обучение. Еще два. Есть еще модули, чтобы потренировать другие навыки. Или можно закруглиться, если хочешь. Только учти, на улицах никто не будет тебе подсказывать и прощать ошибки. Скрытность. Да, начнем. Да, сегодня пройдем обучение и все пойти. Это достаточно быть. Сначала немного поработаем на твоей скрытности. Так, ладно. Подошел. Копация Росака. Я думал, он не автоматом. Враг, который не догадывается о вашем результате, будет жить в своей жизни. Вы сейчас ограничите свое подведение и примените полученное знание, чтобы прийти незаметно. Выйти теперь на полегу. Ну, заходи. Вкусная зона. Если вы поедете в поле зрения врага, у него над головой начнется заполняться индикатор тревоги, спрячь, чтобы вас не обнаружили. В укрытие, быстро. Ну что ж, не так и позорно. Теперь медленно иди к выходу. Тебя не должны заметить. Не высовывайся, Ви. Смотрел вирты про ниндзя? Стань невидимым. Да, понял, понял, понял. Да нормально я прошел. Давай заново. В укрытие, быстро. Ну что ж, не так и позорно. Теперь медленно иди к выходу. Тебя не должны заметить. Так, я только, знаете, что не понял. Как мне сделать так, чтобы не у меня... Неделя. Сохранить можно? Нельзя. Понял, ладно. Соберись, Ви. Жалко. Так. А, стоп, все, перезапустили. Хорошо. Да тут... Короче, ну ладно, неважно. Поздняй к мутации. В укрытие, быстро. Ну что ж, не так и позорно. Теперь медленно иди к выходу. Тебя не должны заметить. Сейчас этот повернется. Будет идти. Будет идти. Хрен его знает. Хрен его знает. Сейчас посмотрим. Не, ну он же ж меня заметит, если я туда пойду. Да бред. Будет идти. Супер, молодец, в следующую зону. Мне не нравится такое. Мне не нравится. Так, элементы. Теперь то же самое, только с камерой. Камеры есть радиус обзора. Мы начинаем или как? На-на-на-на-на-на-на-на. Давай, камера. Да, надо было бы немножко получше сделать обзор на мини-карте, потому что так хреновато видно. Отлично размялись. Встань на платформу, чтобы выйти из симуляции. Продвинутые приемы боя. И на этом будем закругляться. Да, согласен, давай четвертый. Это, скорее всего, рукопашка. То, что я не очень. Сильно атаковать. Ну, хорошо. Понятно. Ну, пошли. Так. На враге, чьи уровни значительно повышают вас. Так. Они быстро обрываются. Звучит вас охота. Присоединяется в большую груз. Будьте очень осторожны. Ну, ладно. Хватит. Подыщем кого-нибудь из твоей весовой категории. Угу. Чтоб совершить быстро атаку, нажмите. Хм. Попасть в врагу комбо атака. Комбо атака? Что такое комбо атака? Чтобы не попадались быстро атака, нажмите до того, как завершилось предыдущие. Чтобы накопить не нарыве для сильной атаки, нажмите на что бы его не простите. Оу шоу. Вы расходуете выносливость от такой врага. Расход выносливости от типа атаки быстро или сильно на текущего уровня выносливости. Понятно, сверху. Немножко отдохнуть. Так, попасть по блокирующему врагу быстро на 3-3 раза. Пробить врагу так, сильной атакой. Заблокировать. Вы расходуете вынасливость, и если ваша вынасливость попадется 0, вы не сможете блокировать, понял? Заблокировать две сильные атаки. Враги могут пробить вашу бог сильными атаками, а ваши сильные атаки могут пробить их бог. Заблокировать две сильные атаки. Заблокировать. 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 Заблокировать с милкой. PHP saving. Этот зум теряет точку опоры, когда замахивается. Пользуйся этим, подходи и бей на опережения! Уклониться от трёх атак, значит, АВСД. А вот это было хорошо. Ви, этот дебил вообще не должен по тебе попадать. Не подставляйся. Ну и как меня уклоняться? Подожди, чтобы угониться шло на управление дождем. А, дважды. Так, победите врага, применяю все звучные приёмы. Ты прошёл путь, дебилов, мой юный ученик. Теперь перейдём к холодному оружию. Бери меч. Котого нам. Ммм, тренинг, или бен? Хорошо, теперь покажи, чему ты научился. Продолжить обучение. Так, а вам предстоит по видео врагов, хуже встречаться во время мучения. На этот раз вы можете бросать заливом, но ещё и оружием. И кибердекой. У-у-у. У-у-у. У-у. У-у-у. У-у-у. чистая работа я смотрю ты совсем освоился давай на платформу нормально да ну такую нормально удачи все поговорить с тобой нельзя я начал прикольненько прикольненько мне понравилось ну как понравилось кунта можем заняться настоящим делом а как и сказала как лучше выполнять этот заказ я тебе не мама тебе платят и думай я готов так друзья будем сохраняться будем сохраняться все всем спасибо кто смотрел надеюсь вам серию 1 серия понравилась ну классно то есть да действительно мне понравился приятная очень атмосферная запись идет хорошо ладно все всем спасибо всем пока до следующей серии с вами был николай и да будем продолжать играть в эту игрушку прикольно да киберпункт класс все всем спасибо пока пока пускай вас будет хорошо